Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланов. Защищать интересы Казахстана будут отечественные юристы. Об этом заявили в Министерстве юстиции. Это иррациональное расходование бюджетных средств и использование потенциала профессиональных компаний. За последние годы выросли высококвалифицированные кадры, которые могут достойно защитить наше государство на мировых арбитражах, уверены ведомстве. Все подробности в сюжете. Имидж любого государства на мировой арене необходимо поддерживать на высоком уровне. Но когда речь идет о защите его интересов и прав, то тут в дело вступают грамотные юристы и профессионалы своего дела. Все зависит от конкретного случая, но нас есть кому защитить. И если раньше наши интересы отстаивали зарубежные юристы, то теперь сформирован целый пул отечественных профессионалов, способных представлять правительство. Одним из важных аргументов можно назвать казахстанское право, которое используется в процессе. Иными словами, нужны те, кто знаком с нашими законами и имеет четкое представление о деятельности государства. Уже удалось показать и подтвердить конкурентоспособность отечественных фирм. Мы планируем, что отечественные юристы и эксперты будут привлекаться как в рамках действующих споров и процессов, арбитражных и досуденно регулированных споров, так и в качестве доверенных профессионалов, которым можно обратиться за компетентным мнением. За годы независимости в Казахстане сформировалась плеяда сильных юристов. Проведенная конференция показала о наличии интересных мнений, сильных команд, которые способны принимать содержательное участие в комплексных международных спорах и защите интересных государств в арбитражах. Суммы на защиту и представление интересов государства в зарубежных арбитражах, госорганах и судебных органах, предусудебном регулировании споров, оценке разбирательства и прочего за рубежом с участием правительства серьезные. В законе о республиканском бюджете на 2024-2026 годы указано 9,7 миллиарда тенге. В прошлом году было больше 16 миллиардов, ну а потенциал у юридических консультантов с казахстанским паспортом приличный. Это неоднократное успешное участие в арбитраже и большой опыт за рубежом в том числе. За последние десятилетия потенциал он резко вырос, появилось много интересных участников юридического общества. Многие международные фирмы открыли свои офисы и представительства в городах Асанал-Маты от РАУ, что несомненно также влияет на развитие юридического рынка. И в свою очередь это, имея мультипликативный эффект, воздействует позитивно на развитие потенциала наших отечественных юридических компаний. Как подчеркнули в Минюсте, на такой шаг идут впервые за годы независимости. Но и деньги налогоплательщиков останутся в нашей экономике, резюмировали спикеры. Гульнару Марова, Ахмедиар Ильясов, ТДК-42. Почему малый и средний бизнес не стали драйвером экономики, как в развитых странах? Этот вопрос рассматривался в Кабмине. Предприниматели жалуются, что в стране нет длинных и дешевых денег, мешает коррупция и бюрократия. Кроме того, большая доля государства занимает все ниши. Но министр экономики полагает, что государство должно участвовать в экономике. Но это больше похоже на плановую экономику Союза, который развалился, а не на рыночную экономику. В США и Европе именно МСБ является локомотивом экономики, делая определенный вклад в ВВП в размере 70%. У нас чуть больше 30%. Как полагают экономисты, МСБ может производить не только продукты, но и непродовольственные товары ежедневного спроса. Производство внутри республики позволит заместить импорт, а значит выровнять платежный баланс, сократить импорт инфляции и усилить экономику. В своих посланиях президент Тухаев неоднократно требовал от правительства принять конкретные меры по поддержке бизнеса. Но ничего не меняется. В связи с высокой стоимостью кредит малому и среднему бизнесу недоступен. А Нацбанк не снижает базовую ставку, поэтому бизнесу не хватает длинных и дешевых денег. По базовой ставке она постепенно снижается. Понятно, что ее устанавливали для того, чтобы обуздать инфляцию совместно с правительством, соответствующие меры принятые. Но мы уже увидим, что инфляция постепенно снижается. Задача, которую мы ставили, в два раза снизить ее. Она достигнута была даже больше, чем в два раза. В этом году инфляция ожидается в коридоре 6-8%. Понятно, что преграды в бизнесе, они в принципе всегда есть. На любом рынке они есть. Сегодня Казахстан относится к странам с самой монополизированной экономикой. Все ниши заняты, причем бизнес в стране смешан с государством. Из-за квази госсектора малый бизнес не может развернуться. Государство так прочно стало ассоциироваться с бизнесом, что в официальный оборот вошли социально-предпринимательские корпорации. Но министр экономики полагает, что без государства не обойтись. Вы говорите, что государство, точнее бизнес говорит, что государство присутствует в экономике. А оно не может не присутствовать. Надо же поддерживать экономику. Например, вопрос высоких процентных ставок и недостатка финансирования. Для того, чтобы поддержать бизнес, государство увеличило в полтора раза субсидирование кредитов. Было 209 миллиардов, стало 300 миллиардов. По причине бюрократии и волокиты чиновников помощь бизнесу оказывается формальна. МСБ не может открыть рабочие места для местного населения. Даже субсидии на АПК достаются крупным корпорациям, а не мелким фермерам. Кроме того, по словам предпринимателей, мешает вести бизнес коррупция. Из-за него даже повышается стоимость товаров для конечных потребителей. То, что коррупция мешает, я думаю, в принципе, частично это такой общеизвестный факт. С коррупцией нужно системно бороться и соответствующие органы этим и занимаются. Но я думаю, тот уровень коррупции, который, например, раньше был, там, где-то 10-20 назад, его сейчас нет. Однако главная проблема – это падение платежеспособностей покупателей. Давно известно, что в Казахстане есть работающая бедность. То есть наличие постоянной работы не избавляет человека от жизни в нужде. Людей с кредитами в Казахстане гораздо больше, чем со сбережениями. Боуржан Шейхмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Свыше 4000 бытовых скандалов зарегистрировали в Казахстане за 11 дней. С 15 по 26 января полицейскими Казахстана проведено профилактическое мероприятие «Быт». Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Республики Рената Зулхаиров. Спикер добавил, что основной причиной семейных конфликтов является пьянство, лудомания, падение нравственных ценностей. Толчком к очередному раунду общественной дискуссии стала трагическая история с Алтанат Нукеновой, которая скончалась в ресторане своего мужа, бывшего министра национальной экономики Хуандахабишимбаева. По версии следствия, из-за бытовой ссоры экс-чиновник мог забить супругу до смерти. Ему угрозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Президент Казахстана Токаев поручил правоохранительным органам держать это дело на особом контроле. Но родственники погибшей полагают, что экс-министр может включить связи и избежать наказания. Эта история не единична. Есть много историй других женщин, страдающих от издевательств партнеров или даже ими убитых. Ежегодно в стране из-за семейно-бытового насилия умирает не менее 80 женщин. Около 150 получают серьезные ранения. В период мероприятия в полиции зарегистрировано более 4000 сообщений о бытовых скандалах. Из них 1500 выявлены были самими сотрудниками полиции в ходе ежедневных обходов. По всем фактам виновные привлечены к предусмотренной законам ответственности. Основной причиной семейных конфликтов являются пьянство, семейные трудности и падение нравственных ценностей. Казахстан перешел от заявительного порядка к выявительному. Теперь достаточно жалобы соседей. Женщины часто не заявляют о том, что их бьет супруг. Писать заявление в полицию на него неприемлемо и неприлично. Большинство семейных агрессоров распускают руки именно потому, что чувствуют себя безнаказанными, говорят эксперты. А вот если наказание будет, они в большинстве своем быстро прекращают тиранить жен. В Казахстане планируют криминализировать ответственность за бытовое насилие. За причинение среднего и тяжкого вреда здоровью в случае принятия законопроекта будет предусмотрено только лишение свободы. Такой вид наказания, как ограничение свободы, будет полностью исключен. Боуржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Уголовная ответственность за хранение и избыт наркотиков начинается от 14 лет. Об этом напоминают сотрудники правоохранительных органов. За рекламу наркотических препаратов грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет. За 2024 год в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 247 правонарушений в сфере наркомании. Из них 95 – преступления, связанные с незаконным хранением и распространением наркотических веществ. При этом все больше в совершении преступлений такого характера вовлекают молодежь. Если в 2022 году среди несовершеннолетних преступления не зарегистрировались, в 2023 году зафиксировано 7 таких преступлений. В четырех случаях несовершеннолетние являлись закладчиками наркотических веществ. Трое привлечены за их хранение. Несовершеннолетние как мишень наркотарговцев, потому что сейчас они все сидят на соцсетях, у них у всех сотовые связи, и они рекламируют вот эти наркосайты, телеграм-канали, они рекламируют как курьеры их, и к своей ряды привлекают как курьеры. Сейчас уголовное ответственность начинается с 14 лет, по правке закона. 14 лет за хранение, за сбыт, за закладку, даже если ребенок нашел наркотик и хранил у себя незаконно. Это все преступление. Смартфоны влияют на увеличение детей больных ДЦП. Об этом говорят врачи реабилитационного центра Западно-Казахстанской области. В 2023 году в реабилитационном центре пролечено более чем на 20% детей больше, чем годом ранее. Как отмечают врачи, будущие мамы все чаще не следят за питанием, образом жизни и часами не расстаются со смартфонами. Западно-Казахстанский реабилитационный центр «Камкурок», действующий при областной детской многопрофильной больнице, открылся в конце 2020 года. Здесь проходит медицинскую и психолого-педагогическую реабилитацию дети с нейроортопедическими травматологическими заболеваниями. Сейчас в центре получают реабилитацию 45 детей. За 2023 год пролечили свыше 800 детей. И это на 25% больше, чем в 2022 году, отмечают врачи. Идет увеличение деток с нейроортопедическими заболеваниями, особенно деток с задержкой психологического развития, деток с расстройством аутистического спектра, идет тенденция повышения. Что на это влияет, конечно, причина 100% еще не ясная, но все-таки и экология, и здоровье женщин, думаю, и цифровизация наша, то, что телефоны. Наблюдается как непосредственное влияние смартфонов на организм, так и психологическая зависимость будущей мамы, которая приводит даже к мыслительным изменениям и, конечно же, негативно влияет на развитие ребенка. Появился даже новый термин – цифровой аутизм. Сейчас очень много у детей развивается цифровой, так говорится, искусственный аутизм, потому что ребенок только в телефоне и не обращает внимания на окружающий мир. И так даже, возможно, если ребенок даже родится здоровым, может какие-то проявляться вот такие симптомы. Хотя полностью вылечить такие заболевания практически невозможно, свести к минимуму их проявлению все же удается, говорят медики. Очень хорошо помогают при любых видах заболеваний систематическое занятие ЛФК, в том числе и на тренажерах. От этих аппаратов очень много пользы. Они помогают развивать ребенка физически, разрабатывая определенные суставы и мышцы. Также разного рода гимнастика, воздействуя на тело, благоприятно влияет и на умственное, и на психологическое развитие. Практика показывает, что регулярные психофизиологические занятия оказывают положительный эффект практически при любом заболевании. В нашей команде не только там врачи и ЛФК-инструкторы. У нас в команде есть и педагоги, дефектологи, психологи, логопеды, эрготерапевты. И мы комплексно подходим к лечению. Это не только медицинская, но и психолого-педагогическая коррекция. И у нас есть хорошие результаты, хорошая динамика. Дети, например, которые плохо разговаривают, начинают тут говорить первые слова. Кого-то учим держать ложку, детей с ДЦП, например. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Вакцинация является единственной профилактикой кори. Об этом напоминают врачи-инфекционисты. Заболевания передаются воздушно-капельным путем. Один больной может заразить от 7 до 10 человек. На сегодняшний день в стационаре областной инфекционной больницы Западно-Казахстанской области проходит лечение 74 пациента. Трое из них находятся в отделении реанимации. Из всех заразившихся пациентов 70% дети, в том числе до года. У кори очень грозные осложнения. Такие как менингит, менингенцефалит, атид, кератоконъюктивит, эридоциклит и так далее. Например, больной, который, ребенок, например, переболел корью, осложненный менингенцефалитом, в дальнейшем он может не слышать, плохо учиться, не видеть. То есть это в дальнейшем отдаленные такие вот последствия. И призываю всех родителей пройти вакцинацию тем, кому это положено по календарю. К другим темам. Вакта у жителей недовольны состоянием детской площадки возле своего дома. Несмотря на то, что объект был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года, уже через месяц площадка пришла в негодность. По словам горожан, одна из каруселей вышла из строя, вторая пропала. А детская горка непригодна для использования. В ответ на это специалисты заявили, что восстановление площадки будет проведено в следующем месяце. Состояние детской площадки у дома, расположенного по адресу 11 микрорайон 21 дом, оставляет желать лучшего. Объект был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Однако радость жителей длилась недолго. Они пожаловали, что резиновое покрытие отслоилось и начала крошиться. По мнению горожан, горка выполнена из неподходящего материала, поэтому дети не могут прокатиться на ней. Кроме того, детская карусель вышла из строя и нуждается в ремонте. Вот эти круги, которые крутятся, они должны от земли вот так где-то подняться, чтобы они не по земле крутились, а они крутились по земле, они все сломали и все. Сначала одну куда-то увезли, их две было вот этих вот. В Акимате города сообщили, что ведется работа в данном направлении. По словам представителей отрасли, игровые устройства, доставленные подрядчику от производителя, имели нарушение. И с самого начала присутствовал производственный дефект. «Подрядная организация установила детскую площадку в прошлом году, однако устройства быстро вышли из строя из-за низкого качества. Компания взяла на себя обязательство полностью восстановить площадку. В настоящее время ожидается поставка нового детского комплекса. Также будет постельно новое покрытие». Детская площадка будет обновлена в феврале. Однако ремонт будет зависеть от погоды. На данный момент подрядная организация ведёт переговоры с российской компанией по подбору и поставке материалов. Амина Махсотова, Макагалина Рдаулет, Аслбек Абикенов, телеканал ТДК-42, Актау. Республиканский турнир по фигурному катанию на коньках прошёл в Уральске. Традиционный чемпионат, собравший более 150 талантливых спортсменов со всего Казахстана, прилёг внимание как любителей, так и профессионалов фигурного катания, утвердив свою репутацию как важное соревнование в спортивной жизни города. Подробности в сюжете. Республиканский турнир по фигурному катанию на коньках, организованный в Уральске, собрал более 150 спортсменов. Соревнования предоставили уникальную возможность молодым талантам продемонстрировать своё мастерство и заперничать на республиканском уровне. Энергия и страсть, проявлённые участниками, оставили незабываемые впечатления у зрителей и у судей. Я рада, что у нас развивается фигурное катание. Мне кажется, надо нам, нашим родителям, всем, в первую очередь, это Акимат, это должны поддержать таких талантливых спортсменов. У нас у таких спортсменов очень много детей в Уральске. Они очень выносливые, очень трудолюбивые. Проведение подобных масштабных соревнований способствует развитию фигурного катания в регионе и объединяет спортсменов из разных уголков страны. Такие мероприятия не только поднимают стандарты соревновательного духа, но и способствуют расцвету талантов в мире фигурного катания, говорят специалисты. Сегодня мы являемся свидетелями республиканского турнира по фигурному катанию на коньках «Уралскей-2024», который собрал более 150 участников из семи регионов Казахстана. Турнир проходит в течение трёх дней, и каждый спортсмен хочет доказать, что он достоин педалей. Каждый желающий мог пройти и посмотреть выступления юных фигуристов живую, вход на зрительские трибуны был свободный. Данна Килибаева, Марлен Искалиев, Аймур Аджагапар, телеканал ТТК-42. Более 26 лет посвятил работе с учениками уральский педагог Саид Алиев. Несмотря на проблемы со здоровьем, педагог-мастер предан своей профессии, его уроки становятся настоящим источником вдохновения. На сегодняшний день он достиг значительных успехов и внёс ценный вклад в развитие образования своих учеников. В рамках рубрики «Герои труда» наша съёмочная группа лично встретилась с педагогом. Саид Алиев посвятил 26 лет своей жизни в сфере образования. Он родился и вырос в семье педагогов. Он наследовал любовь к преподавательской деятельности. На данный момент мужчина преподает историю. В 2015 году он был удостоен звания учителя первой степени, а в 2020 году получил категорию «Педагог-мастер». Страсть к преподаванию Саида Алиева становится вдохновляющей силой для его учеников. «Я очень люблю детей. В процессе преподавания для меня чрезвычайно важно не только передавать знания, но и понимать каждого ученика, налаживать с ними тесный контакт. Каждый ребёнок представляет собой уникальную личность в обществе, и важно осознавать эту индивидуальность. Поэтому для меня иметь духовный контакт с детьми – неотъемлемая часть образовательного процесса». Саид Алиев, постоянно развиваясь, участвовал во многих проектах, которые способствовали развитию его ораторских навыков. Кроме того, педагог был удостоен звания «Лучший учитель-2022». Профессионализм и умение эффективно передавать знания отмечаются не только его учениками, но и коллегами. «Саид Зухрабович – авторитетный человек, у него очень много друзей. Это человек, который пользуется действительно большим таким авторитетом среди родителей, среди своих учеников, выпускников и вообще среди всего окружения. Но Саид Зухрабович – это человек не только, который ведёт интерес на свои уроки, а это человек, который всё время старается чему-то обучиться, научиться». Отметим, что Саид Алиев помимо своей основной работы также занимается кулинарией, ведёт блог и занимается творчеством. В перспективе он намерен продолжить свою активную деятельность и стремиться к дальнейшему профессиональному развитию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова